Привет, гуглята! С вами Гуглов. Я знаю, что вы просто обожаете всевозможные открытия. Поэтому специально для вас в этом видео я хочу рассказать об открытиях, сделанных на Филиппинах. Территория Филиппин составляет всего 299 764 тысячных квадратных километра. Но это небольшое, расположенное в Тихом океане государство скрывает немало загадок. От спрятанных сокровищ до самой большой подземной реки в мире. Вот самые загадочные открытия, сделанные на Филиппинах. Да, если ты не подписан на мой канал, прямо сейчас подпишись на него. Петроглифы Ангона. Петроглифы Ангона расположены в пещере недалеко от Кабаяна, провинции Ризал. И были сделаны от 6000 года до 2000 года до нашей эры. Археологи обнаружили более 120 фигур людей, лягушек, ящериц и многих других животных. Однако эрозия и время стерли некоторые линии, поэтому трудно сказать, сколько там было изначально изображений. Древние люди, вероятно, использовали эти символы для религиозных ритуалов и церемоний. Многочисленные рисунки покрывают скальную грань длиной 25 метров и высотой 3,7 метра. Петроглифы Ангона были открыты в 1965 году, а в 1973 году это место было объявлено национальным культурным сокровищем. Сокровища Ямоситы Ямосита – японский генерал, командующий императорскими силами на Филиппинах во время Второй мировой войны. В распоряжении Ямоситы находились награбленные на оккупированных территориях золото и драгоценности на сумму от 20 до 100 миллиардов долларов, которые уже ожидали отправки в Японию, когда американцы внезапно высадились на Филиппинах и поддерживаемые отрядами филиппинских повстанцев начали стремительно наступать на Манилу. Эвакуировать сокровища уже не было возможности, а Ямосита приказал спрятать их. Сокровища были укрыты примерно в 170 местах на всей территории Филиппин. Часть золота была размещена в специально сооруженных для этой цели глубоких шахтах в труднодоступных районах. С той поры сокровища Ямоситы стали голубой мечтой тысяч кладоискателей, которые вот уже полвека с завидной целеустремленностью прочесывают джунгли Филиппин. Однако многие специалисты считают, что хотя золото генерала Ямоситы действительно было спрятано японской армией на Филиппинах, его было несравнимо меньше, чем утверждают поклонники этой захватывающей легенды. Всего полагают, что японцы могли спрятать на Филиппинах от двух до шести тонн золота. Самая большая летучая мышь На Филиппинах обитает самая большая летучая мышь в мире. Точнее, это летучая лисица Калонг. Длина ее тела составляет 40 сантиметров, при размахе крыльев до 150 сантиметров, в исключительных случаях до 180 сантиметров. Масса колеблется до 1 килограмма. Размеры для летучей мыши довольно внушительные, но из-за особенностей анатомии гигантские летучие лисицы кажутся еще большими, чем есть на самом деле. Причем, как во время полета, так и в спокойном состоянии. Подземная река Пуэрто Принцесса Длина реки 8 километров. Это самая большая в мире подземная река, пригодная для судоходства. По ней можно проплыть на лодке на расстоянии 4 километров от моря. Однако, речные круизы на такое расстояние здесь не разрешены, из-за соображений безопасности туристов. Так как в глубине пещеры, по которой течет река, чувствуется недостаток кислорода. Однако, туристам все же есть где поплавать. Лодки допускаются на 1 километр 200 метров в глубину пещеры, в которой можно полюбоваться сталактитами и сталагмитами. На таком расстоянии от моря кислорода предостаточно, так как периодически в куполе пещеры встречаются отверстия, через которые проникает дневной свет и воздух. Пещера, сквозь которую течет подземная река, является одной из крупнейших в мире. Высота купола пещеры доходит до 80 метров, а ширина до 140 метров. На этом все, с вами был Гуглов, пока!